А мы идем далее. Последняя борьба серии героя. Эрмин Луган против Харриса Бибера. Официально наява. Ну что ж, друзья, у нас заключительный бой. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот его соперник Харрис Бибер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но, опять-таки, друзья, это все-таки статистика, сухие цифры, и там непонятно, что за соперники еще. Потому что очень уж часто мы встречали моменты, когда вроде бы один по статистике должен выйти, соперник разорвать на мелкие кусочки, а получается ровно наоборот. Ну, давайте посмотрим. Весь в красном Харрис Бибер и в цветах национального флага, в шортах Эрмин Луган, который сейчас и пропустил такой довольно увеситый оверхенд справа и продолжает атаковать Бибер. Два точных слева, довольно неплохо перекрыт Бибер, хорошо боксирует, не обращает внимания на попытки ударить лоу-киком стороны Эрмина. Размен, здесь жесткий хай-кик довольно-таки, хорошая скорость у обоих. Пытается поддавить Бибер соперника, зажать его в углу, попадает опять справа с уклоном, кстати, очень четкий у него удар. Да, еще раз, здесь и правый, и левый зашел, тут же и по корпусу, и продолжает вколачивать довольно тяжелые удары, и в итоге Эрмин Луган оказывается на полу, отчитывает ему нокдаун. Здесь каждым ударом просто как к шпалой, мне кажется, бил Харис Бибер. Довольно неприятные эпизоды для Эрмина Лугана. Первый нокдаун. А вот и второй, по всей видимости. Да, первый же удар, причем тот самый правый такой, получается, у него кросс. То есть такой не оверхенд скорее, действительно, скорее кросс после уклона он его пробивает. Ну что, становится все интереснее, давайте смотреть, потому что шансов для Эрмина Лугана, с другой стороны, достоять до окончания даже первого раунда, все меньше и меньше. Опять-таки, в углу поджат, пока отстреливается боец из синего угла. Опять выводит себя на удар справа Харис, два джеба подряд. Здесь оверхенд, но мимо, причем еще отметил Бибер, что пропустил удар ниже пояса, извинился за это Эрмин. И, кстати, Эрмин пытается, ух ты, да, пытался пробить коленом, и в итоге так вдогонку, проваливая его, еще добавил левый боковой Харис Бибер. Это третий нокдаун подряд. Ну, практически подряд. Да, и, в общем-то, не стал он спорить с рефери, который сказал, что, дружище, с тебя, по всей видимости, хватит, не надо продолжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Две минуты 10 секунд понадобилось Харису Биберу. Короткими бои, поздравляем и Хариса, послушаем, что скажешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и тут же перешел он на родную речь, которую уж я вам, к сожалению, перевести не смогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Харис, что бы ты хотел дальше? Тоже традиционный вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем-то КОК КЕЙК, вернее же, меня пригласит.